Здравствуйте, мы продолжаем наши, я не побоюсь этого слова, непростые встречи. Рад, если вы снова со мной. Мы продолжим. Мы говорили о том, как развивались христианские идеи, христианское восприятие текста под влиянием уже существовавшего в античной культуре антисемитизма. Сегодня мы поговорим о том, как это получило свое развитие, когда церковь стала превращаться в религиозный институт. Естественно, если сначала это было просто небольшое, относительно небольшое движение, то по мере роста последователей, конечно, всегда неизбежно развивается структура. Так должно быть, и на самом деле без этого быть не может. Соответственно, и по мере того, как росла молодая христианская церковь, она обрастала внутренней структурой и формировалась как некий религиозный институт. Но я хочу, чтобы мы поняли один важный момент. Иисус не формировал новую религию. Он пришел внутри существующей религии, внутри иудаизма и формировал группу последователей внутри еврейского культа. Это было движение людей, охваченных духом, назовем это так. Но на самом деле по мере развития отдельно от иудаизма группы верующих в Иисуса Христа неевреев, они формируют постепенно свою религию не иудаизм. Чему содействует, конечно, и развитие самостоятельного богословия, о чем мы говорили. Говорили раньше и разные психологические факторы, в том числе желание отниживаться от всего еврейского и, соответственно, от наветов, которые были в обществе по отношению к евреям. Но были и социальные процессы. Во-первых, структура развивалась. Игнатий Антиохийский в послании к Смирской церкви пишет, где будет епископ, там и должен быть народ, так как где Иисус Христос, там и кафолическая церковь. Эта фраза впоследствии будет цитироваться христианами гораздо короче, где епископ, там и церковь. Киприан в III веке н.э. и епископ Карфагена, который был учеником Тертулиана, ему приписывают такую фразу, что «вне церкви нет спасения». Именно этот человек, кстати, подготовил сакрализацию в вечере Господней, которая на самом деле до этого была частью совместной трапезы, а также содействовала тому, что служители христианских общин выделись такой, скажем так, сан священников. И вот тут мы подходим к социальным переменам. Мы говорили уже выше, что язычество переживало кризис, а империя нуждается в идеологии, в каком-то цементе идейном, который способен империю объединять. Язычество никогда не годилось для этого, поэтому в арсенале римских императоров был культ императора для того, чтобы как-то консолидировать вот это лоскутное одеяло империи. На самом деле в эпоху кризиса ни одна из существовавших идей не подходила. А вот один подход был на на самом деле универсален. Почему? Дело в том, что ни один языческий культ не обладает некоторым набором важных составляющих. Он не обладает структурой, он не претендует на духовную власть, не претендует на слияние с властью земной и не универсален для всех. Языческий мир синкретичен. Каждый поклоняется каким-то своим богам, признавая одновременно множество других. А вот на самом деле христианство, которое к тому моменту сформировалось, оно на роль цемента для римской империи подходило как нельзя кстати. Оно уже к тому времени обладало иерархической структурой, оно обладало теологически обоснованной властью, иерархической властью священников, то есть могло управляться централизованно. Оно претендовало на абсолютную универсальную истину, и оно было монотеистичным, чего были лишены все языческие религии. То есть как нельзя кстати подходило на роль консолидатора общества. Есть еще один очень важный фактор, который появился в христианстве. Дело в том, что языческие культы, несмотря на свое влияние в обществе, были делом индивидуальным. А вот у евреев в Торе есть идея теократии, где религия и общественные устройства сливаются, являясь чем-то единым. Мы уже говорили, что Иешуа, Мессия, Иисус Христос не создавал новые религии, говорил и учил о том, что Господь, Бог осуществляет свою власть над каждым человеком индивидуально, в первую очередь на его внутреннем миром, над его внутренним человеком. Но христианство провозгласило себя новым Израилем вместо отверженного за грехи богоубийцы еврейского народа. Таким образом, оно подготовило почву для того, чтобы само христианство стало использоваться в качестве государственной идеологии. То есть, христианство восприняло идею земной теократии из Торы. Чтобы христианство можно было полноценно использовать для Римской империи, у христианства было два очевидных недостатка, от которых нужно было избавляться. На самом деле, христианство на тот момент не было чем-то единым. Оно представляло из себя множество разных течений, сект, богословия, которых зачастую очень сильно отличалось. Пока христианство является таким религиозным движением, это никому не мешает. Но для того, чтобы выполнять роль имперской идеологии, это никуда не годится. Должна быть какая-то унификация. И так начинается эпоха великих соборов. И мы знаем, что на Никейском соборе он был и инуцирован, и под присмотром императора Константина происходил. Второе, от чего, конечно, стоило избавиться христианству от еврейского наследия. Потому что как-то негоже, чтобы Великая Римская империя оказалась захваченной какими-то идеями этих непонятных варварских евреев. Поэтому на самом деле эти задачи нужно было решить, и мы знаем, что они были успешно решены. Христианство было консолидировано, и после, в эпоху Великих Соборов уничтожило физически в том числе больше христиан, ну, еретиков, чем в эпоху языческих гонений на христианство. И второе, христианство полностью отмежевалось от всего еврейского, став самостоятельной нееврейской религией. Вот что гласят так называемые апостольские правила. 65-е правило. А ше кто из клира или мирянин в синагогу иудейскую или еретическую войдет, помолится, да будет и отчина священного извержен, и отлучен от общения церковного. Все понятно. Многие правила позднейших соборов, особенно Лаодикийского и Трульского, решительно осуждают какое бы вообще религиозное общение с иудеями. Это правило, так же, как и 45-е апостольское правило, выражает ту мысль священного писания, что не может быть никакого согласия между Христом и Велиаром, или какое соучастие у верного с неверным. Таким образом, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Евреи получили из рук Творца, Господа Бога, Тору, содержащую предписание и заповеди для еврейского народа, и ревностно пытаются соблюдать эти заповеди, таким образом почитая Господа Бога, Творца неба и земли. Но в христианском мышлении вот эти евреи, чтущие Господа Бога и соблюдающие дарованные Богом заповеди, стали на самом деле представляться как некие идлопоклонники, поклоняющиеся Велиару. Это вообще непонятно, каким образом можно вывести из 2 Коринфянам 6.14, где говорится, во-первых, о беззаконии, о чем мы уже говорили выше, поскольку беззаконие это отвержение именно закона Божьего, то есть Торы. А во-вторых говорится об идолах, а уж идолам иудеи точно не поклонялись. Таким образом, евреи, даже не принимающие Иешуа как мессию, не могут подпасть под эти два определения. Но это отцов не останавливало. Хотя правила названы апостольскими, в первый раз они ясно упоминаются только на Первом Вселенском Соборе в начале 4 века. А как незыблемые апостольские правила утверждены вообще в 7 веке на Трульском Соборе. Зачем же их было называть апостольским? И тут мы подходим к очень важному моменту в христианском понимании текста Священного Писания. Ведь Танах, да на самом деле и Новый Завет, книги-то в основном еврейские. Они написаны евреями, о евреях, и в первую очередь для евреев. Для уверующих в Иешуа не евреев, таким образом, во взаимодействии с еврейскими текстами было всего на самом деле два пути, две возможности. Одна из них — это присоединиться к благочестию народа Израиля и разделить с Израилем и обетование, и благословение. Или провозгласить себя новым духовным Израилем вместо прежнего греховного Израиля-богоубийцы, и присвоить избранничество и благословение себе. Ну и как бы на самом деле очевидно, что, к сожалению, исторически церковь пошла не по первому, а по второму пути, но этот путь создал германистическую трудность. Ведь на самом деле тексты, обращенные к Израилю, они фактически являются его реальной историей. То есть для еврея написанное в Библии — это то, что реально происходило с другими евреями в прошлом, то есть с праотцами. И духовность для еврея — это в первую очередь отождествление. То есть считать себя тем же народом, то есть что со мной происходит то, что происходило с праотцами, то есть что я участник сегодня тех событий, которые были в прошлом. Но, как говорится, что хорошо для еврея, то не еврею что. Ведь эллины-то не ощущали себя частью народа Израиля, а как мы выше говорили и не хотели ощущать себя частью. Более того, они уже читали писание таким образом, чтобы воспринимать себя внешними критиками бездуховных евреев, а не отождествляться с ними. Надо же было что-то делать с этим. Ну, первый, кто что-то попытался с этим сделать, был Маркион, который, в общем-то, в итоге был изгнан, объявлен еретиком и так далее. Но он попытался сформировать новозаветную религию со своим священным писанием. То есть он предложил полностью отказаться от Ветхого Завета и создать новый канон Священного Писания, Новый Завет, который у него состоял из Евангелия от Луки и 10 посланий апостола Павла. На самом деле до этого вообще не существовало канона христианских священных писаний или канона Нового Завета. Все вынуждены были каким-то образом оперировать еврейскими священными писаниями. Ну, как бы христианство, в общем-то, этот подход отвергло, а проблема никуда не делась. Без евреев Ветхий Завет теряет свой буквальный смысл. И тогда было сформировано то, что я называю богословие скачка. Необходимо было преодолеть этот разрыв между буквальностью, реальностью духовно-исторических событий, которые происходят с еврейским народом, и мной, неевреем, который читает этот текст. И, конечно, эта попытка содействовала развитию христианского богословия. Например, Мелитон Сардийский в начале II века развивает типологический метод толкования Ветхого Завета. То есть, он пытается использовать параллели некоторые. Находить какие-то параллели между моей уже существующей христианской верой. То есть, у меня уже есть, без всякого, условно говоря, Ветхого Завета, моя новозаветная, основанная на Иисусе Христе вера. Теперь я что должен сделать? Я только должен найти какие-то образы моей уже существующей новозаветной веры в Ветхозаветных текстах. Он написал Гамилию о Пасхе, в которой исход из Израиля и Египта как раз объясняет таким образом. Вот что он пишет. Возлюбленные, то, о чем говорилось и что происходило, ничего не значит, если не воспринимать это как притчу и предзнаменование. Разве не видится будущее через символический образ? Как спасение Господне и истина предизображены в народе израильском, так евангельские догматы предпроповедованы законом. Он старательно доказывает отмену Тора для христиан. Бог убит, поэтому царь Израиля лишен всякого права и всякой власти посредством еврейского закона. То есть, на самом деле, что происходит? Происходит то, что на самом деле для него есть самостоятельная еврейская религия, которую на самом деле можно полностью сформировать, пользуясь только над заветными текстами, но используются Ветхий Завет и еврейские тексты для того, чтобы найти какие-то обратные параллели к уже существующим моим взглядам. Ориген, о котором мы уже говорили. Вот что пишет об Оригене Протеерей Иоанн Мейндорф в своем введении в святоотеческое богословие. В своих толкованиях и беседах Ориген используется традиционным александрийским методом – аллегорией. Это другой способ толкования. Для современного человека этот метод может показаться бесполезным и бессмысленным. Для правильной его оценки необходимо помнить, что Ориген писал для греков и в культурном отношении сам был греком. Он любил Ветхий Завет и бережно относился к малейшим его деталям, но в то же время внимание. Хорошо понимал, что для его греческих современников необходимость читать Ветхозаветную историю не была очевидной. Без этого, однако, они не могли стать христианами и правильно понять христианство. Поэтому Ориген объяснял, что все, даже самые, казалось бы, незначительные подробности Ветхозаветных книг имеют вечный смысл, и их нужно понимать символически, как аллегории отвлеченно-духовных и истинно важных событий, относящихся к Христу и Церкви. Иногда, внимание, это пишет православный священник. Иногда Ориген до такой степени увлекался аллегоризмом, что всецело пренебрегал историческим смыслом текста. Но во многих случаях его духовное толкование стало традиционным для христианского толкования Библии. То есть, богословие отмены закона начинает развиваться очень рано, и уже в конце второго века звучат совершенно отчетливые голоса. Например, Ирине Леонски, это, в общем-то, вторая половина второго века. Заповеди рабства. Бог отдельно дал через Моисея народу. Эти последние, которые были даны им в рабство, и как знамение он отменил новым заветом свободы. Праздники Господни, естественно, тоже отменяются. Когда я готовил в свое время эти лекции, то прочитал на одном православном сайте следующее. Пасха, светлое Христово воскресенье. Пасха приходится в этом году на 15 апреля по новому стилю. Праздник Светлого Христового воскресенья. Пасха – главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и означает «прехождение» или «избавление». Возможно, вы думаете, что люди, которые готовили этот православный ресурс просто невежественны, вы ошибаетесь. Уже во II веке н.э. отцы и учителя церкви, например, святой Иустин Философ, святой Ириней Леонский и Тертулянт производили христианское название «Пасха» от греческого слова «Пасха» – «страдание». С утверждением христианства в Римской империи этот вариант получил широчайшее распространение, особенно в народной среде, поскольку считалось, что это не вступает ни в какие противоречия с трактовкой самой сути христианской Пасхи, то и отцы церкви против такого понимания не возражали. Тертулян пишет, это вторая половина II века, начало III века, «Мы же празднуем свой день Господень далеко не так, как иудеи. Мы совершенно отвергаем иудейские праздники». Иоанн Златоуст, IV век, «У жалких и несчастных иудеев наступает непрерывный ряд праздников, трубы, кучи, посты, а многие из тех, которые считаются нашими и говорят о себе, будто веруют по-нашему, одни ходят смотреть на эти праздники, а другие даже участвуют в праздниках и постах иудейских. Этот-то злой обычай я и хочу теперь изгнать из церкви». Я хочу, чтобы вы были сейчас очень внимательны. Субботы, которые празднует народ Израиля, это не выдумка еврейских мудрецов, это установление Господа Бога. Праздник труп — это установление Господа Бога. То есть евреи на самом деле празднует то, что повелел праздновать нашему народу сам Господь Бог. Удивительно, каким образом у отцов церкви божественные установления объявляются жалкой еврейской традицией. Мы подошли к самому главному. Церковь в сознании христиан не евреев. Это самостоятельное явление, никак не связано с еврейским народом, потому что народ Израиля отвержен и лишен своего избрания за грехи, особенно в первую очередь за страшный грех богоубийства, потому что убив Иисуса Христа, евреи убили Бога. На самом деле в этой религии уже сформировано самостоятельное, не основанное на еврейской традиции понимание священных текстов, в которое вносится неприязнь ко всему еврейскому, праздники, которые даны Господом Богом, заповеди, которые даны самим Богом, объявлены чем-то ужасным, нелепым, жалким. Само существование иудаизма и евреев, конечно, выглядит как опровержение этой идеи, и этому находится объяснение. Да, евреев Бог оставил, но в назидание, чтобы христианам было неповадно, чтобы видели, что бывает за всякие нехорошие вещи. Спасибо за внимание, мы встретимся с вами еще и продолжим наше размышление. Спасибо. До следующих встреч. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-media.tv Продолжение следует...